Важных экономических вопросов, которые, не знаю, связываются ли они с партией реформ, в таком смысле, но вероятность того, что многие заметили, что мы этими вопросами занимаемся, я этими вопросами занимаюсь, и что они важны для каждого, я думаю, это имеет место. Ну, например? Ну, те же самые ценные электричества, я думаю, всех касаются. Ну, в принципе, у министра экономики, в принципе, немного вопросов, которые касаются всех. Да, как здравоохранение, как у министра образования, учителя, дети, школы, все такое. Да, у министра экономики это, конечно, ценные энергоресурсы в основном. Главный вопрос. От того, что мы хорошо проведем, скажем, индустриальная политика, от того, что появятся новые инвестиции, скажем, в производстве, опять, многие почувствуют, но не все, и не универсальным образом, и, может быть, даже не лично. Ну, а Латвенерго, рост тарифов на 20-40%, если вы его остановите, вы будете популяризировать. Если вы не остановитесь, а председатель само говорит, что мы уже не можем. Ну, будем надеяться, что вы правы, но, в принципе, труднее объяснить то, что не случилось, даже если это хорошо, по сравнению с тем, что дали. Ну, дали что-то, вот, ну, не знаю, подарок какой-то, да, что-то, отпустили вот налог. Да, вот это, кстати, феномен победы на муниципальных выборах нынешнего мэра, ну, изгнанного мэра и нынешнего Гатиса Трукснеса. Ну, вероятно. Вот 70% дал скидку на налог на недвижимость, да, это полностью в компетенции самоуправления. И он сразу же милый всем бабушкам, дедушкам и жителям Юрмалы. Вот, что вы можете дать? В политике, так же, как в бизнесе, в отношениях потребителя и, скажем, даже, ну, скажем, оказывателя услуг в бизнесе, всегда имеет место вопрос. Это еще Билл Гейтс в свое время очень точно пределил с точки зрения технологических предприятий. А что вы хорошего мне сделали в последнее время? Мне? И не когда-то, а сейчас. И как вы ответите на этот вопрос? Как министр экономики? Как министр экономики я отвечу, что я сделаю все возможное для того, чтобы вот этот тариф на электричество рос по возможности меньше. Это то, что я могу сделать. Я не могу предотвратить факт. Две части. Тариф будет расти, и я старался, но не шмогла. Это вы уже сейчас говорите, хотя о росте тарифов предприятие говорит в следующем только году. Так, два ответа. Во-первых, я не могу предотвратить факт, что в 2009-2010 году предыдущим правительством, Домбровскисом, Камперсом приняты решения, в результате которых при сдаче в эксплуатацию ТЭЦа-2, блок-2, который сейчас достраивается, а второй половине года начнет деятельность, что в этот момент уровень субсидий подскочит на 20-30 миллионов лат для латвэнерго. Это то, что было принято тогда. Я это отменить не могу, то есть задним числом. Я могу изменить ситуацию сегодня. То есть мое предложение будет сократить вот этот рост субсидий для того, чтобы он не рост, чтобы остановился. То есть я сэкономлю 20 миллионов, 30, может быть, если удастся, 30 миллионов латв в год для потребителей. Заметит ли потребитель это? Не знаю. Могу объяснять. Но как бы прирост это кажется нормально. Ну, как бы кэшбэка не будет. То есть мы могут только понадеяться, что рост будет меньше, чем предполагается. Второе, что я не могу задним числом предотвратить, это то, что были приняты решения относительно недорого тарифа в прошлом, опять-таки предыдущим министрам, который скрыто делает поперечную субсидию. Что это значит? То есть те люди, которые сейчас платят 8 сантим, у которых потребление маленькое, которые так не доходят до 10,65 сантимов за киловатт в час, они, в принципе, получают субсидию, поскольку электричество тогда уже этого не стоило, оно дороже стоило. Соответственно, они получают скрытую субсидию в рамках Латвы Энерго, за которую плачут через другие услуги. Соответственно, ну, это я не могу никак сделать небывшим. Соответственно, я могу только при ситуации, когда открытый рынок наступает, и вот все эти скрытые вещи, они все, отступают, цены меняются. Я могу что сделать? Помочь самым малоимущим, и мы внедрим в первый раз в истории вообще нормальную систему льгот и поддержки для малоимущих. То есть пособие. По какой? Это способие на квартиру, то есть пособие жилое. Девок, пожалуйста. Такое имеет место, мы его собираемся предложить пересмотреть таким образом, чтобы тут была компонента поддержки электроэнергии для малоимущих. Но это ляжет опять на плечи самоуправление, потому что жилищное пособие самоуправление платит, а не мистерство экономики. Многие пособия, которые достигают жителей, они идут через самоуправление. В принципе, сама функция работы с малоимущими жителями – это самоуправление, поскольку они лучше всего знают, кто малоимущих. То есть вы за счет, грубо говоря, в Риге вы за счет Ушакова хотите помочь рядовому рижанину, чтобы он почувствовал сэкономленные вот эти вот миллионы Даниэлем Павлютом? Вы забежали наперед. Этот вопрос мы будем решать вместе с самоуправлениями, решать, как этот вопрос можно сделать. Это мы сейчас пока не будем забегать наперед. Второе – это моя задача, это сократить рост субсидий. Об этом я уже говорил. Тут не только тайцы, тут тоже и восстанавливаемая энергия, тут были субсидии, выданные на большой объем. Мы большой частью от этого все-таки сэкономим по сравнению с тем, что было бы. Соответственно, постараемся добиться того, чтобы в следующем году этот рост был по возможности меньше. Избежать полностью этого нельзя, и в силу предыдущих решений. То есть вас обыграли, да, ваши сейчас нынешние стратегические партии из единства? Вас как партию реформ, вас как нынешний как мистер экономики? У всех, как потребителей, предыдущие политики обыграли. Если Домбровский скампор сам это решил, да, и опять они руководят правительством, и вы под его, Домбровского, Валди, со началом работаете как министр. Но мы же все-таки, ну, как бы, преемственники какой-то политики, которая была реализована до сих пор. Посмотрим, скажем, ну, те же самые проекты восстанавливаемой энергии и появились еще 10-12 лет назад. Те же самые ветра господина Шкейла, да. Если посмотреть на, скажем, на газовые цены, на нашу монополию, Латвия из газа, которая была дана эксклюзивной лицензии на 20 лет. Ни в Литве, ни в Эстонии, ничего подобного не было. Они тоже приватизировали свои газы компании, так же, как и мы. Даже акционеры похожие, немцы, Газпром, да, у кого там есть государственная доля, больше-меньше, да. Но вот такой эксклюзивности не было. В Латвии было на 20 лет, до 2017 года, да. То есть мы все-таки преемственники, реализованные до сих пор политики. Вот это и следует менять. Подойти к Домбровскому, к примеру, Домбровскому Сувалдису, посмотреть в глаза и сказать, ну как же ты так мог? Или это в политике, в принципе, не практикуется? Но есть люди, которые считают, что политики прошлого нет. То есть, вот, скажем, сидит Павлю, да, вот не справился, цены выросли, виноват. Виноват, да. Ну, конечно, не вопрос, что не сам принимал эти решения. Вот они там, три года, четыре года. Так будет и в будущем. Ну, конечно. И тогда, когда вы, быть может, не будете министром экономики, будет ваш преемник, другой человек, в другом министерстве, в другой отрасли. Так тогда будет всегда. Ну, я ведь не отпираюсь. Дело что? Я зачищаю то, что необходимо зачистить с прошлого, и стараюсь не делать грубых глупостей в будущее. Это наша главная задача. Про электроэнергию. И при этом все-таки добиваться ситуации, что латвийская экономика растет. А в этом тоже поговорим. Для того, чтобы мы могли заплатить и ошибки бывшего, и все-таки помочь тем, кто сейчас живут и развивается, и смотрит в будущее. Вы можете вообще отменить обязательный компонент, так называемый, в тарифе электроэнергии? Вот чтобы его не было. Потому что он причина отчасти и проблем у ЛПС Металлоргс. Очень частично. Очень частично. Вот это не надо, вот эту легенду продолжать. Сейчас проясним. И он, в принципе, если верить официальному сообщению, Латвэнерго, предприятие сейчас, причина роста тарифа на 20-40% в следующем году, что предприятие просит уже сейчас утвердить, потому что им надо. Вот отменить этот компонент. Можете? Ну, к сожалению, если мы поступим таким образом, то мы в результате этого получим какие-то целые, даже десятки, может быть, даже сотни судебных исков, которые кончатся в конституционном суде, и боюсь, что кончатся чем-то плохим для правительства и для налогоплательщиков. Соответственно, мы должны находить, к сожалению, юридически корректный способ выхода из этой ямы, которая была вырыта. Тут мы все-таки, страна правовая, мы имеем также и договора по защите инвестиций, инвестиции были сделаны, обещание было дано, что нам будут доплачивать правительство. Каждая ошибка имеет имя, фамилия, говорил Иосиф Виссарионович. Есть список, есть список принятий и решений. Кто, по части обязательного компонента закупки, кто главный виновник или главный этот кукловод? Кто этот политик? С кого все началось? Мы можем опубликовать этот список, он, в принципе, уже был опубликован. Публикуйте сейчас, прием в эфире. Целый ряд предыдущих министров. Экономики? Да. То есть и Кампас? Ну, сначала, как министр экономики, представляет предложение, и правительство его одобряет. Это целый ряд предыдущих правительств. Первое правительство Домбровскиса, правительство Годманиса, причем приухо...